Ну, я надеюсь, что со временем он может превратиться в арт-рынок, хотя, ну, там, старые пластинки или старый фотоаппарат или там старая посуда — это тоже винтаж, это тоже арт, это тоже предметы дизайна. Здесь есть больше старых вещей, в Америке не так много старых вещей и здесь есть больше старых таких, ну, чисто для коллекции, которые можно приобрести. Старый магнитофон-маяк, легендарный и тоже две очень старые книги с созданием Латвийской республики. Смотрите, какая скульптурка. Вот иногда рождается ребенок или на крестину идешь, и вот не знаешь, что подарить, а видите, какой прекрасный подарок. Фарфор — это очень интересно, и фарфор никогда не выйдет из моды. Многие говорят, что сейчас современная молодежь — это все было только у бабушек, и все это полная ерунда, потому что я знаю много людей от 30 до 40 лет, которые сейчас не пьют уже чай из пакетиков, хотят пить заварной чай, и совершенно из красивой кружки, из красивого фарфора — это будет совершенно другой вкус. В принципе, собрал самое необходимое, ну, нельзя сказать самое ценное — это всего лишь там 30-40 фотоаппаратов. Это маленькая часть того, что у меня находится в галерее, но все эти фотоаппараты очень интересные, все они в рабочем состоянии для любого любителя пленочной фотографии. Есть и мыльницы, есть и зеркалки, всякое разное. Работаем мы с настоящим материалом — мрамор, травертин, муранские смальты, делаем настоящие профессиональные художественные мозаики. А на Афоне я увидел старую древнюю мозаику, которой тысячи лет покрытую патиной. Я, конечно, и до этого видел мозаики, но когда был на Афоне, они, конечно, меня вдохновили. И в конце концов я втянулся, втянулся, через какое-то время полюбил мозаику, она мне понравилась, открылась, скажем так.